Несмотря на свой молодой возраст, стилист и технолог Кристина Клинк в профессии более 10 лет. Начинала с простого ассистента, потом прошла курсы обучения, набралась опыта. Свой салон красоты открыла в 2011 году и сейчас успешно работает, развивается и учит других. Сегодня Анна эксперт в самых популярных бьюти-трендах и знает, как сделать так, чтобы клиент ушел от нее не только с красивой копной волос, но и с необходимыми знаниями по уходу за ними. Сейчас пользуются спросом нанопластика, ботекс, лифтинг для волос. Они набирают лидирующие позиции по сравнению с кератиновым восстановлением для волос. Кератин стал уступать. Могу сказать, что по качеству услуг кератин ничуть не хуже, может быть, где-то даже сильнее новых брендов. Идет просто маркетинговая борьба и маркетологи грамотно выставляют свою политику так, чтобы клиент пользовался новыми услугами. По уверению специалистов, клиент, как правило, не знает, какая услуга ему нужна. И это нормально. Во всех нюансах разбирается только опытный мастер. Именно он должен порекомендовать ту или иную процедуру под конкретный тип волос. По данным сайта 2GIS, парикмахерские услуги во Владивостоке оказывают 583 организации. Самая популярная процедура – кератиновое восстановление волос. На нее приходится 80 объявлений. Далее идет ботокс – 56 объявлений. И окрашивание волос – 50 объявлений. Несмотря на то, что в моде естественность, девушки всегда стремились к изменению своего образа. Жажда перемен толкает на эксперименты. Этим летом многие горожанки щеголяли с нарощенными или окрашенными цветными прядями, плели косы с каниколоном или косы зизи – многочисленные косички в стиле афро. С наступлением осени этот тренд идет на спад. В окрашивании сейчас идет упор на натуральность. Это такие окрашивания, как бы билайт, шатуш, амбре, балаяш. Эти окрашивания более натурально смотрятся, но придают легкий эффект свежести, выгоревших волос на солнышке. Подобные технологии доступны далеко не каждому стилисту. Казалось бы, свой мастер должен быть сегодня у каждого человека. Однако, как выяснилось в результате опроса, это далеко не так. Как вы выбираете парикмахера? В инстаграме еще, по отзывам. На какие услуги у вас выходит? Что делаете? Окрашивание и стрижка. Нет, нету такого парикмахера. А как вы выбираете? Ну, просто спрашиваю подруг, делаю хорошие парикмахеры, знают ли они, и все, и так я иду. Да, просто обычно знакомые, либо мама. А вот что делаете, стяжете, все? Ну да, я обычно под ноль или по тройку. К парикмахеру хожу полгода, нет, выбирала недолго. Скажите, а какие услуги? Что делаете с волосами? Только стригу. Как я нашла ее, не по отзывам никак, просто нашла ее, и довольно-таки очень сильно зовут ее Жанна. Прическа влияет на то, как складывается день, а в итоге жизнь. Индустрия красоты идет семимильными шагами вперед. У современной женщины есть все условия для того, чтобы быть красивой и счастливой. Катерина Матвеева, Андрей Макаров, Новости на Восьмом.